Очками пользуюсь? Да, очками пользуюсь. Уже очки, видимо, мало, когда операции не было, но нет. Светлана пришла проверить зрение впервые за последние 4 года. Она призналась, что не относилась к этому серьезно, пока зрение не ухудшилось. После проверки оказалось, что пора менять очки. В следующий раз на прием Светланы придет уже всю семью. По-честному, я очень давно не проверяла зрение. И сюда пришла, очень удивилась, что у меня зрение упало на очень много. Здесь мне дали рекомендации, выписали очки для донозоркости, близорукости. Поэтому очень благодарна врачу, который меня проверил. В Ульяновском центре общественного здоровья провели акцию «Проверь зрение сейчас». Офтальмологи проверили у пациента внутриглазное давление, глазное дно с помощью специального оборудования, а также остроту зрения по таблице Сивцева. Главный способ предотвращения заболеваний глаз – это профилактика. Необходимо хотя бы раз в год проверять зрение. К сожалению, не всегда пациент приходит на профилактические осмотры. Хотя рекомендовано хотя бы раз в год проверять зрение и основные показатели эти проверять. Бывают случаи достаточно часто, особенно в сельской местности, когда нет возможности попасть к узкому специалисту. Но бывает, что по нескольку лет пациенты не могут попасть к доктору, приходят уже с серьезными проблемами. Самые частые заболевания глаз – гаукома, возрастная дистрофия сетчатки и катаракта. Врачи отмечают, у детей все чаще встречаются проблемы со зрением, ведь они целыми днями проводят в компьютере и телефоне. 80% снижения или потери зрения можно предотвратить, если вовремя обратиться к доктору, обратиться за лечением, скорректировать свое поведение. И несмотря на то, что наша медицина шагнула далеко вперед и сейчас применяются новые методики в лечении потери зрения, все-таки лучше зрение сохранить, чем его восстанавливать или лечить. В этот раз на прием к окулисту записалось больше 20 пациентов. Но подобная акция в Центре общественного здоровья не единственная. Регулярно по нацпроекту здравоохранения здесь проходят приемы кардиологов, отоларингологов, офтальмологов и других узких специалистов. Кирилл Савочин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.